Может быть, она что-то расскажет. Сначала расскажет то, что было, как мысль пришла ему заняться таким делом. Как ехали, как вернулись, ночевали, что было. А потом наводящие вопросы. Мы говорили об этом. Все, оторвать. Я сделал. Так, Игорь, пожалуйста, расскажи, как пришла тебе такая мысль, как она осуществилась, и не раскаиваешься. У меня подошел вопрос такой, что коров убирать. Дальше уже держать. А чем заниматься? Я стал дальше раскручивать этот вопрос. Потому что у меня остался опыт. Творог, слетану делать. И был такой момент. Зимой Максим работал с Кириллом на Севере. Мы с ним по телефону разговаривали. Я его стал спрашивать, какие цены на молочку мне рассказал все это дело. Я так это все сопоставил. Думаю, должно быть выгодно. Но один вопрос, ладно. Он принял решение ехать. Второй вопрос. Как доехать? И как это сделать? Естественно, начал уже исходить из того, что это молочка. Такой продукт. У него такие свойства. Ему нужен холод. А как создать холод? У меня вот морозильная камера есть. Ему нужно питание. Генератор есть. То есть уже какая-то связка пошла, уже линия вырисовывается. Теперь второй вопрос. Как сохранить ее? Не переморозить, ничего. Она же к морзинке, если прикасается, она может замерзнуть. То есть надо же какую-то прослойку сделать. Из чего? Ну вот бутылку полную с водой. Бутылка замерзает, долго холод держит. Ну вот бутылки прикасаются, она не замерзает. Ага, положил все, сделал, места мало. Давай его в половину выпускать в воду. Сузил ее в два раза. Ну, все, сделали, загрузили, поехали. Атлас есть в руках. Проехали день один, переночевали в поле, в машине. У нас был бензогенератор с собой. Мы охлаждали, на ночь охлаждали. Там температурный градусник у меня был. Я смотрел по градуснику, сколько по времени, там где-то полчаса утром, полчаса вечером. Пока охлаждается камера, мы электроплитку подключили к генератору. И все, питание, чай, суп, все разогрели, покушали, сели, дальше поехали. Ну и так доехали, дорога хорошая. Правда, много грузовых машин потихонечку там. Доехали до Ноябрьска, посмотрели, приехали в субботу туда. В один базар всунулись, в другой базар всунулись. И на одном базаре встретили человека с Алтая. Он торгует медом. Но он мне все рассказал, то, что касается меда. То есть он уже три года на одном месте торгует. Ну как бы прикормил уже, люди уже знают, идут. Я все это быстро делал на молочку, перекинул, думаю, ага, здесь делать нечего. Ну мы с Катей быстренько собрались и уехали в субботу обратно. Приехали туда и за один день у нас, ну чуть меньше половины у нас купили. Ну я такую цену умеренную выставил. Больше всего меня удивило то, что молочка не потеряла качество своего. То есть люди пробуют, очень довольны, прям по второму разу приходят. И другим говорят, смело покупайте, брали, хорошо. Ну за один день мы не вписались в все это дело. Пришлось остаться на другие дни. А там уже с базаром, там уже другая ситуация. Пришлось нам по городу, где искать места, где такие торговля. И каждый раз по чуть-чуть, что там в течение дня покупалось. И мы так вот с Божьей помощью все продали и вернулись. То, что несколько километров отсюда до последней точки. Ну мы вот, мы поехали туда через Тюмень. Потому что вот эта вот трасса у нас из Комска, но она не совсем гладенькая. То есть и груженый прицеп чувствует на машину, что он ее постоянно дергает, тянет. И я не решился ехать в объезд там через, напрямую с этих, с Ишима до Тобольска. Там есть дорога, которая слезала в угол большой. Не зная качества дороги, я спрашивал людей, говорят, дорога ну так себе. Ну кто-то говорит, там есть места разбитые, кто не разбитый. В общем мы решили ехать через Тюмень, потому что дорога там лучше, а слаб хороший. Она так и оказалась. Дорога вообще идеальна, прям как стекло. То есть сотню идет спокойно и 90, даже груженый. А обратно уже поехали той дорогой. Ну в общем в общей сложности у нас получилось чуть больше 5000. Ну мы отсюда ехали, в Барнаул заехали, потом мы сюда вернулись. Ну вот так. Сколько километров от дома до дома? Разделить пополам. Сколько получается? Две с половиной. Две с половиной, но мы, говорю, что круг там дали, обратно срезали, сургут. Так всего два с половиной? Всего один коллег? Всего пять. Пять тысяч? Да. Далеко. Местные цены, конечно, там местные цены очень дорогие. Так, вот здесь сколько стоит эта порция? Сейчас в городе. Ну, кто по-разному. Ну в общем, там в магазинах цены тоже разные. Но что меня удивило, там сметана очень дорогая. И там ее не сепарируют, там ее снимают, даже феймера вот продают. Они ее снимают, а что останется, они начинают творог варить. И это все продают. Ну, конечно, это удобно. Постояло молоко, закисло во фляге, снял, поставил тут же греть, сварил. Творог желтый, сметана беленькая. А когда я свой привез, говорю, сепарирую на творог чистый, пробуют. И вкус другой совсем. И у сметаны, и у творога. Вот. И там сметана очень дорогая. Там она за 500 рублей килограмм получается. И творог там колеблется. Ну, а ваша не дешевле пошла? Ну, я ее... То, что вот такая у меня ситуация, первый раз приехал, у меня не было цели такой прям супер-супер. Я посмотрел, чтобы мне это вписаться в рамки. Я ее чуть-чуть... Ну, практически, как городская цена здесь я выставил. Она у меня разошлась, первая партия. Я посмотрел, хорошо берут, качество сохранилось. А уже в течение недели я уже чуть приподнял ее. И тоже хорошо брали на фоне того, что продавали кругом. Конечно, была моя цена ниже. И мне нужно было как-то людей под себя подготовить. То есть, приехал новый человек, откуда чего как. Дайте попробовать, попробуй, вкусно, а чего как. Какая скорость была средняя? Ну, туда я ехал, груженый, в ветерную встречу, ну, километров 85-80 в среднем было. Где-то 90, где-то под сотню, где-то там привязался к машине, там. Где-то у нас там дорога ремонтировалась, одностороннее движение было. Колонны собирались, а пока подождешь там, там много дорогу ремонтируют. Примерно груз, в чисто обеде, сколько у тебя было? В молочке вез я 210 килограмм. Это я 980 литров молока переработал. Так, и подвез. И выгода какая-то примерно? Ну, выгода за высшитом дорожных расходов. Без бензина, все это. Ну, я ездил на газу, у меня газ там дешевый. Ну, конечно, меньше, небольшая такая, но в плюсе я остался домой, приехал я. Небольшие деньги, все это было. Ну, я посмотрел, все сориентировался, как, да что. Ну, от когда коровы, допустим, от своих коров, то тут ездил в Барнаул. Это выгоднее? Ну, конечно, я же большой объем везу. Я же везу-то сколько? Так, ну, ты, допустим, приехал, с сегодняшнего дня ты идешь и закупаешь молоко, и до момента, когда ты снова за молоком поедешь, вернулся, весь процесс прошел, сколько у тебя времени на это надо? Вот сегодня ты начал заготавливать молоко и сепарируешь. И сделал, поехал, продал, вернулся и опять сепарируешь. Какое здесь время требуется? День 20. Да нет, ну, видите как, я поехал, купил молоко, тонну почти. Что мне, за три дня я ее переработал. А сколько будешь собирать своего молока? Нет, тебе вопрос не будет. Нет, 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 ты вот сейчас, именно своей коровы у тебя нет. А то, что ты вот сегодня закупил, продал, вернулся и опять закупаешь. Вот между двумя покупками, какое у тебя время нужно сегодня? Недели, две. Не понял я. Зависит они от меня. То есть я себе позвонил, он это, вот с четверга я уже могу брать молока, перерабатывать. Нет, Игорь, ты не понимаешь вопрос. Время, я не понимаю, сколько нужно, вот сейчас еще, надо вернуться еще раз, сколько, месяц сейчас опять. Нет. Вот ты вот купил молоко, переработал, увез, продал, возле вернулся. Вот этот промежуток времени, сколько у тебя? До следующей. Но если все в идеале, вот так вот, если все, вот мне на тонну молока три дня потребовалось, четыре дня ушло. Так. Четыре дня. Дорога. Дорога ушла трое суток. Туда. Туда. Там продавал. Ну там, я говорю, что я вот так попал. Ну неделя, да? Ну там можно за два, за три дня можно уложить. Я верю, потому что это сейчас ознакомление шло. Ну тем не менее, вот четыре, три дорога, неделя, да. Дни за десять можно, дни за десять можно. Но не меньше десяти дней тебе надо на это. Да, чуть побольше. Двенадцать, полмесяца. Месяц, в месяц можно два раза. Как тебе на здоровье это отразилось? Почувствовал, что тебе там тяжело? Все-то ты хуже стал себя чувствовать? Ну у меня машина такая, конечно, она маленькая. Там нога затекла, здесь нога затекла. Вышел, походил. А вы менялись? Нет, я все время ездил. За рулем сидел ты только один? Да. И обратно тоже? Один обратно. Один обратно. Я сидел. В среднем в день выходит, и сколько проезжал? Ну в среднем у меня было... Там видите, туда едешь, но часто удлиняется. У меня было где-то за один день, мы где-то километров семьсот, восемьсот проехали. То есть на Донизу. Хорошо. Да. А в среднем сейчас будет тяжело, потому что световой день короткий. Получается, что мы рано встали и сели, и как-то вот у нас так, это, и до поздна мы ехали часов до десяти. Ну конечно, я устал. А так семьсот, шестьсот километров, семьсот, ну можно выдержать. Во сколько отбоев среднего, когда был у вас и подъем? Распорядок? Ну уже когда темнело, мы уже начинали смотреть по сторонам, куда прислониться, где, чтобы засветло. Найти место. И где вы находили место? Как мы в лесополосах или на станке? Нет, мы уходили в сторону, уходили с дороги, отъезжали триста, двести метров. Это более безопасно? Околки, в околки уезжали, ну уже так едешь, смотришь, а, уже смеркается, все, Катя, надо съезжать, давай съезжаем, съехали. Пока остановились, пока разложились, а пока генератор, молочко остудить, там она разогрела, все это, смотришь, что-то девять уже. Обед готовили, горящий? Нет, мы в дороге, мы только утром, вечером, в обед, там, ну что-то схватишь, там, купишь, схватишь. Среда, пятница соблюдаем? Конечно, конечно. Утренние, вечерние молитвы или в дороге как? Ну молились, там, утром за пищу, за день, за ночь сохранить, все, это обязательно молились. Часто ли выходил на связь со своим? Каждый день. Каждый день, несуя тебе это? Не, ну я в Илайн там включил услугу, там недорого, там рубля, ну недорого там, ну, и я маме, все нормально, все хорошо, мы едем там, сям, минутка-две и все, и дороги. Так, а Катерину зачем брал с собой? Катерину? Сохрана. Ну, во-первых, она как живой человек, во-вторых, она посмотрела, в-третьих, она мне в торговле помогала, она сама со всем этим соприкоснулась, она теперь опыта у нее не меньше, чем у моего, то есть она уже знает. А ее нельзя приспособить, чтобы она днем за рулем сидела? Ну, я побоялся, потому что там фуры, машины, там едешь, там смотришь, она, конечно, корректировала, там можно, нельзя обгонять, то, что с левой стороны она сидела. То есть она теперь в тягости была? Нет. Ну, а следующая поездка, если Господь благословит, все будет так, кого возьмешь с собой? Не знаю, она сессией надо заниматься, я может быть даже один поеду. Ну, вот это вопрос. Так, понимаете, чтобы по заглазу не было никаких разговоров, вы сейчас все спросите, видите, он такой открытый, он все рассказывает, как мы приезжали. Это приятно. Мне вообще понравилась поездка, и я уже сразу знаю, что в Сургут там делать нечего, ой, в Ноябрьске делать нечего. Город маленький, я там служил, почему именно в Ноябрьске, полтора года я там отслужил, мне было интересно посмотреть, на дорогу посмотреть, как это, все эти болота, все эти палки, все это я вспомнил, все эти ягоды, там вот и все это посмотрел. Так, а в зимнее время, как ты смотришь на это? Не знаю, зимнее, это конечно, зимнее можно ездить, но есть большой минус, это только из-за буранов. Если буран в дороге не застанет, это будет очень тяжело, потому что там фуры идут, там метет вот так вот все это, не знаю, я так думаю, ну конечно лучше лето, но зимой просто молочку будешь, не езди, мой совет тебе, зимой не езди. Ты видишь, он Саша, он Ленин, Сергей, Сергей, как у нее случилось-то, он разогревается, застрял, вспыхнул, сам чуть-чуть не сгорел, есть обожженные головы. Да тут государственная какая работа, тут РЧС, мы подключили в начале, и там его, не знаю, каким-то образом вытащили, а перед этим, только он был здесь, перед этим, я с ним говорил, говорю, Саша, ты один не езди, вообще зимой не езди, а как, ну как, вот это теперь как, лежи в больнице же, стоит все на месте, а ты бы не лежал в больнице, а здесь что-то находил работу, это дело это непростое. Моноч. Ну еще? А, Юрий, кажется, даже вот так вот, как Катя ехала, и это уже хорошо, уже человек не один. Конечно, я его и заваливала, и обличала, и обличала. И обличала, папочка свыла. Ну так, ты мысленно, когда вернулся домой, в планах у тебя есть еще поехать? Конечно, есть, потому что отзывы положительные, даже люди, кто первый раз взял, второй раз приходили. Одна женщина телефон попросила, говорит, тут в городе нормального творога, говорит, не найдешь. Я так смотрю на нее, как? У тебя теперь там клиенты можно сказать есть? Да, конечно. Ну уже знаю, то есть из них, да, уже это, если я встану, меня уже знают. А ты телефоны их не записывал, чтобы оповестить, что ты едешь? Ну, контакты брать не знаю. Ну, такого еще не было, это когда... Первый заброс, что? Первый заброс, это если второй, третий спросят, когда приезжаешь, какой график, спрашивают, а когда? Каждый воскресенье, я говорю, нет. То есть я первый раз приехал, вот. И все знают, что ты с Алтая? Нет, кто-то спрашивал, нет, ну, я говорю, там, издалека, мать-то себе. Я на Алтаю, он знает, даже я был в Грузии, все алтайское имеет хорошую репутацию. Вот где мы были, продукты, мед, даже мед у них есть. И говорю, алтайский мед мы убрали, это очень хороший. И вот мы им посылали положительные, просто очень положительные, восхитительные отзывы от алтайской продукции. Если придется в морозилке немножко места выделить, здесь еще разные визиты. Для визиток? Ну, вот какие наши сайты. А, так они у меня лежали, я и книги с собой брал, я кому-то там давал, я дарил, я это не оставлял, кому-то объяснял, рассказывал, проповедовал, если было. Допустим, кто-то послушал из-поделяевских, решит это, повторить то, что ты делаешь. Какие это... Заметь головой. Это моя. А зачем конкурент? Нет, нет. Это не конкурент, они в любом управлении, допустим. Поедут на север, на Ханты-Мансийское или где-то. Я хотел спросить, ты что-то можешь теперь сказать? У тебя, поехал, опыта не было. Сейчас есть опыт. И в этом опыте у тебя уже заложено, чего не надо брать с собой, чего не надо делать. Как облегчить этот процесс. Конечно, конечно, я расскажу все. У меня там один момент был такой, женщина покупала и говорит, а вот вы бы приехали к нам от Ноябрьска, 60 км, какая-то станция. К нам вот с Омска привозили, но последний раз весной привезли. И говорит, там два часа, говорит, вот по этой цене вы все моментально все разобрали. Но я послушал телефон, взял у нее, так это думаю. То есть ты поехал туда, все равно, если Бог благословляет тебя, просто так это нет. Там все равно какие-то с людьми пересекаешься, как-то это все равно. Тем более, ты людям даешь, что твои слова. Вот они пробуют, кушают, берут, нравится. Это всегда срабатывает, приходят, тебя и ищут. Цена у тебя нормальная. Какая цена была? Ну что ты вот заметил? Ошибочного было, что не надо было делать. Иного кто-то решил, вот это же повторить, и бы сказал, вот это не делай, вот это была ошибка наша. А вот это обязательно, что должно быть. Ну, видите, моя ошибка была в том, что я поехал в Лёва, Лёва, ты даже не слышишь. Мы, Игорь, слушаем. Моя ошибка была в том, что я поехал в Ноябрьска, но я этого не знал, что это ошибка. Я туда всунулся, посмотрел и вернулся. То есть я горючку сжег, все, и попал в день такой, что торговый там в Сургуте. Ну, вот и все. Ну, я ее узнал, я успокоился, я все под себя, все. И поэтому, а так что я? Ну, я лишнего, я ничего не взял. То, что вот с морозильной камерой, генератором, это сработало на 100%. Все сохранилось, качество не потеряло, хотя жара была, мы ехали. То, что мешочки, спрашивают, а что мешочки, я им камеру показываю, ребята, у меня камера, как я вам в стаканчиках повезу. И когда люди видят камеру, это срабатывает. И берут, оно все холодное, не тепло, не жарко, а холодное для молочка. То есть, я максимально продумал все, и лишнего ничего не взял. Я даже с собой взял масляный обогреватель. У нас была одна такая ночь, мы включили генератор и включили масляный обогреватель, машину поставили. Ну, среди ночи встали, жарище, вырубили все, и дальше спать. Жарко. Ну, то есть, и этот вопрос тоже нужно решить, и зимой не замерзнешь. Если у тебя генератор есть, ты обогреватель, и... Понятно. Я вот что. У тебя дождь с собой была совершеннолетняя, я твое разрешение не спрашиваю, я сам спрошу ее. Катя, тебе понравилось? Да. Ну, что-то расскажи немного. Ну, твои чувства внутренние, когда ты поехала, что тебе такое доверие. Вот. Это прорыв был? Прорыв на север, так назовем? Я ехала помочь папе, и мне было интересно посмотреть Россию. Русский север. Ну, ты можешь уже сказать, что у тебя есть какой-то опыт в этих поездах. Так. Потому что, видите, опыт это не по книжке. У меня, видите, Илья Тихнич, до углевания у меня уже опыт был поездок. Я ездил с Караганды, ездил на юг, я закупал фрукты, там и сыкуль, в чу ездил, аврикосы, яблоки, груши. Я возил, я все это знал. Для меня это все было знакомо. Для меня это не было такого. Такого, что-то такого. Я как в старые, добрые времена сел, поехал, собрался. Единственное, что меня беспокоило, это реализация. Реализацию я посмотрел, я увидел, и все стало на свои места. И природу посмотрел, и вообще природа просил. Парисейский вопрос. Библия с тобой была? Так у меня же Новые Заветы были. Я их раздавал. Я тебе дам в следующий раз много, чтобы ты поувез. Еще один. Знаете, я их возьму? Нет, нет. Так, и второе. Святая вода и проспорки были? Нет. А ты бери всегда. Хорошо. Мы ни разу, ни в день не пожалели. Проехали от Владивостока до Лиссабона и пили сырую воду, и ни один не заболел, ни один. В Европе. Но мы с собой воду взяли свою, и в дороге, кстати, в Саугуте мне очень понравилось, там вода отменная. Вообще я упил, я удивлялся. Я святой воде говорю, освященной которой вода. Туда добавил, все остальное. Да, мы на место много не берем. Вопрос, можно? А я еще, главное, что-то. Не жалеешь, что коров порезал? И есть ли желание опять через какое-то время обзавестись хозяйством? Или уже конкретно будешь купеческой деятельностью заниматься? Ну, у меня как бы... И что выгоднее все-таки, вот, ты не считал, или вот свое фермерское хозяйство, пусть небольшое, иметь, допустим, вот тут, за три недели заработал 20 тысяч, допустим, тысячах в день. А сколько у тебя, допустим, за этот же день на эту сумму может дать, допустим, 8 коров, если ты держишь? Меньше или больше? Вот такие подсчеты, хотя бы с материальной, но и чисто по совести. Либо я торгую чужим, либо я свое, выращенное, продаю. Такие вот мысли. Я вырезал-то, почему вырезал-то? У меня так все сложилось, обстоятельства, что... Ну, обстоятельства понятны. Но ты же живешь дальше, жизнь же на этом не заканчивается. Для других людей, естественно, другие выхоженные. Мы все зарежем, да, все выиграем. Лучше надо посидеть. Или лучше там... Ну, надо... Или торговать, или... Будем все покупать. Несел, поехал, торгану, будет легче, здоровье. Я когда приехал сюда, приехал, Игорь знает, там, я рассказываю, я-то что, я уже в Кольщино поселился. И первое, что я стал делать, я стал покупать молоко на ферме. И первая зима заработана, были у меня 2 миллиона, я тогда денег первые заработал. Игорь у меня занял, приходил. Вот, устроились. То есть я заработал, я реально видел, ну как? Ну как выгодно? Тут, во-первых, тут надо быть таким... Ну, я не знаю, надо быть таким человеком, чтобы себя настроить. Я себя очень долго настраивал, Марита. Страхов там море было. Представь, как это все будет. Я, ну, я представлял, думал, предполагал. Вот, потом... Ну, конечно, кто второй раз поедет, ему будет намного легче. То, что я расскажу, все объясню, покажу. Ну, тут еще надо иметь свое личное умение, качество, чтобы решиться на это. У меня так обстоятельства сложились, что меня со скотиной-то не держать. И поэтому я как бы зажатый в такие обстоятельства. Я уже начал думать, искать выход. И хочешь, не хочешь. Да, хочешь, не хочешь, надо ехать. Ну что, я вот съездил... Хочешь, не хочешь, а второй раз на землю ждал. Нет, ну, можно здесь покупать, а продавать в городе. Да, если покупать, то пойдем в Барнову. Но не ехать. Тебя не было две раза за три девятого концерта. Во-первых, я неделю лишнюю. То, что у меня так получилось, я уехал, то есть сбилось. Во-вторых, такой объем в Барновле не продашь. За три недели не продать? Конечно, не. Ну-ка, 420 пакетиков продать. И надо так продать за такую цену, чтобы... Если я здесь, там, выставил такую цену, 100 рублей пакетик, то у меня моментально здесь, в городе, это за урну дорогая цена, а там это дешевая цена. Во-вторых, я ехал на газу, мне... А там газ очень дешевый. Там газ в Фургуте 12 рублей. А бензин 92-й стоит 34. То есть разница, там, раза в три. Я потратил, допустим, 10 тысяч на всю дорогу на газ, а с бензином, где, в тридцатку вывезли. То есть это тебе по карману дали. Это раз, во-вторых... Ну, надо... Еще будет вопрос из обвинительного акта. Когда будут говорить... Я Лене не ответил. Нет, она не ответила. Ответил, нет? Ну, вот ты прочитал, ты ехал. Вот три недели ты, допустим, ездил в Арнаут, покупал малышку и ездил. И один раз туда выехал. То есть есть у тебя, получается, там выгоднее, чем ты? Конечно, да. Да? Конечно. Во-первых, во-вторых, мне можно там, если с кем-то ехать, если вот... Уверенность-то что дает по всем? Качество молочки. Качество. Вкус. То есть... Мне нравится, и ты, если едешь, там можно на две точки раскидаться, с кем-то едешь. Цепь скинул в одном базаре, а сам уехал на другой базар. То есть если мы идем, это все. И все это быстрее будет. Ты можешь... Ты с кем-то отборезать? Нет. Я говорю, ну что там, Катя поехал, не Катя там. Максим со мной поехал, я его оставил на одном базаре, сам на другое ехал. То есть я познакомился с человеком, он мне говорит, привози, я вот тебе буду полный прицеп, привози мне, я вот свежий, я говорю, у тебя весь прицеп забирать буду. То есть у него два магазина, он это, ну там, цена чуть дешевле, но это надо вопрос разработать. То есть вот так вот получилось, привози, я буду, ну, я не знаю, у меня был один такой момент, он ко мне пришел на базар, давай мне сразу, давай мне того-то 20 пакетиков. Я ему отдал, ну, на десятку дешевле, там по 90 он у меня забрал, ушел и все. То есть, когда ездишь, у тебя вот какие-то завязки получаются. Как и тут, то же самое. Да, то есть нарабатываешь места, вот тут, правда там звонят, спрашивают, почему не едешь с молочкой из города, и их не хочется терять, и там. То есть это надо выстроить. Если в баналке больше всякую продажность, найти здесь больше точек. Ну, цена-то на молоко тоже сейчас земной повышается. Сейчас пока такая, цена-то низкая. А потом у мороза везти тоже перемораживаться. Нет, тут очень много нюансов таких. Нет, тут очень много, это один раз, чтобы пока еще ухо сделать. Да. Тут надо раза три-четыре съездить, чтобы уже, так знаешь, что тебе уже, ага, чтобы выстроилось. То, что линия выстроилась, выстроилась линия. Самое главное, тут ко мне люди подходят, говорят, я вот взяла, купила там столько огорчения, купила молочку, молоко скисло, ладно, а сметанокворок горький. Ну, правильно, люди приехали на базарчик и купила, передержали, оно закисло, все. А у меня морозилка, я там среди, в обед, там, мне надо как-то торговать, я багажник открыл, генератор выхлопал на улицу, завел, дрынк, он у меня, интерактит, охлаждается. Я его бытаскиваю, у меня все холодное. То есть тут надо вот эти все нюансы высчитывать, устранять, и у тебя что-то получится. Если ты не будешь делать, у тебя ничего не будет. Что-то будешь делать, а что-то получится. Вот он мне дал плюс, то, что я на газу, то, что я взял морозилку, генератор, то есть я в любом случае охладил, она мне не закисла. То, что вкусно, это тоже люди попробовали, второй раз прибежали. Второй раз прибежали, уже говорят, о, берите, у меня очень вкусно, я уже второй раз беру. Люди, ага, раз, тут налетели, схватили. Или в торговле, да, нормально. Ты так на базаре могла бы поставить, на Куйбинске, на Которг заряженном. Ты все так же на базаре, будет народ ходить. Ну уже не к этому люди. Не, не, подожди. Правильно, она рассуждает, она правильно рассуждает. Но ты учти, что округа вся у нас в деревнях. И более-менее каждый человек умный в деревне, он лезет в город. Вот мне уезжать, одна клиентка по мясу позвонила, мясо спрашивала. Вот так у нас разговор вышел, что она говорит, ну вот к нам приезжает, она на силикатном, там разбирает, расхватывает на силикатном. Она говорит, ну тут сколько тебе, ну берут-то в основном того, кого знают. Я тоже был у меня момент летом, я с яйцами стоял, с молочкой, подходят, смотрят, а кто ты, а что ты, а какая у тебя молоча, начинают это носом крутить. Тут нарабатывать надо место, как на точку, так и на место тебе надо себя показывать, что ты вот, ты привез, вот у тебя морозилка, вот у тебя вкусная, цена умеренная, все, люди берут. А здесь-то кругом полно, и в магазине все молочные забиты. А там-то цены, ого, 520 сметаны килограмм. Чего? Все превосновлено. Рублей килограмм сметаны, снято. А если сделать тебе масло, масло куда-то снять? У меня была часть масла, я взял масло тоже за 250 рублей полкило, тоже брали. Масло, можно масло возить, как с маслом, да, ты еще, ну, масло от ворога куда-нибудь, сыр, подходили люди, сыр спрашивали. Масло от ворога? Все, делаем сыр. Ну, можно, можно, пробуйте. Когда свое молочко, молоко отслалив, это еще выгоднее. Вот надел, ты взбил, сыр от ворога, сыр сделал вкусный. Набил, морозил, руками усел, поехал. Только кто здесь будет разговаривать? Ты бензина много брал с собой для этого? Для генераторов. Да я купил там, пускай канистры заехали, десятку забил. Нет, там дорожки. Что, раскресется все генераторы? На завершение. Вопрос. В советское время была такая статья, судили спекуляции, что она означает? Кто попадал под эту статью? Купил дешево, продал брус. Ну да, спекуляция, это тогда была так грозная статья. Дело в том, что спекуляция, это когда ты не делаешь продукт, наценяешь. Наценяешь и все. Вот он, вот взял книгу, пошел в магазин, купил книгу за 100 рублей, в другой конец уехал, подлаку достал эту книгу, за 200 продал. Ты ничего не делаешь. В вилле, когда прислали бесплатно, церковь занималась со стопроцентной спекуляцией. По 300 рублей. А по 72 учебного века. Вот я, допустим, сторожек. Да дело в том, что ты подходишь близко к званию купца. Хотя в купец ничего не влагал. Ты нет. Но я подумал, что если раньше рисовали какие купцы, ты похож на него. Это располагает людей. Посмотрите, человек, какой он, как выглядит. А то все сливки решает. А вы здесь, заходя, не покупайте. Здесь купец ничего не вкладывает. Ты вкладывал, сепарировал, там то другое. Поэтому ты полукупец, не северный купец. А половина это трушеник. Так что полу-калашников ты. Все продал или все продал? Все продал. А почему полу-калашников? Ну, купцы. Вильгия купцок калашников. А дорогой ты сам ел сметану или нет? Что вез? Ел. Ел. Один пакетик я вот переморозил. Смотрю, сверху он взялся корочка. А я вот туда быстренько раз, вылезли. Мы его это, кушаем. Вкусная сметана. Вкусная. Давай на. Дело в том, что мужик, который торгует медом, меду ты больше трех ложек не съешь на завтра, если сегодня ты досыта наелся. А сливки тебе в день три раза, а они сливки. Поэтому ты более успешен, чем тот три года. Ты за один раз можешь себе аудиторию создать вот такую. Меду там море. За тебя все молились. Прямо пияли их Богу. Господи, уж верни их с Катериной. Уже ни о доходе, ни о чем, только верни. Мы понимаем, что такое расстояние. Чувствуется, конечно, две тысячи километров и поддержка чувствовалась. Конечно, страх. Едешь никуда, куда ехать, кто тебя ждет, куда чего, как. и все это вот так вот. Второй раз, конечно, уверен. Мы сейчас будем молиться. Поблагодари Бога за то, что с тобой было. Поблагодари Бога без искренния Бога Слово рушулю, сущую, Бога Родица для величия. Молислав. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя за эти занятия, за это чудное время, что Ты даешь нам возможность собраться здесь, вникнуть в Слово Твое. Благодарю Тебя, Господи, за помощь, за молитвы, поддержки в дороге, за то, что Ты все устроил, обустроил, вернулась в мир, сохранила всякой поломки от злых людей, от всякой беды. Благослови батюшку нашего путешествующего, сохранила в дороге, добрый ангел хранитель сопутствует ему. И нас помил ради милости Твоей. Тебе хвала, слава, честь и поклонение от детства, и святой. Я прошу, еще и хотели, даже желаешь помолиться, поблагодарить Бога? Продолжение следует...